друзья мы попросили сергея рассказать кем он работает чем занимается и как это в его жизни произошло потому что мы знаем что лет там 17 18 назад он сюда приехал для работы на ферме мы может быть завтра заскочим на эту ферму поснимаем и вот как человек который на ферме работал вдруг стал работать там в энергетике прежде всего я родом из города киев я там закончил киевский политехнический институт по специальности радиоэлектронная техника у меня 6 лет как у нас туда были инженера выпускали джора сейчас придумали всем мастеров бакалавров 5 лет в наше время учились 6 вечера и я приехал в америку как раз когда это 95 год 94 год когда советский союз буквально развалился я работал на научно-исследовательский институт который в то время работал на военку был почтовым ящиком и с распадом советского союза пропали заказы от красной армии и буквально это мы приходили мы ничего не делали нам ничего не платили то есть вы не были сельхозработником по призванию вы были сельхозработником вынуждены и временно и я в то время подумал что раз развалился советский союз убрали железный занавес возможно будут американские там или другие компании прибывать в украину и если я выучу английский язык то может быть смогу получить хорошую работу с моим образованием и знанием английского языка и я таким образом начал учить английский язык самостоятельно и в девяносто четвертом году попал узнал про программу обмена называется кемп кенсла в сей лагерные вожатые сша прошел конкурс успешно и да виза j1 работа в летних лагерях и так я попал в венчикан в этот район лагерь здесь тоже недалеко находится я думал что попаду вожатым но в своем досье когда заполняли анкету я написал в самой последней строчке что я увлекаюсь фотографией и что я сам печатаю свои черно-белые фотографии проявляю пленку и печатаю черно-белые фотографии и по этой причине меня взяли тот лагерь а то им зваться специалистом по фотографии то есть я был фотографом в лагере учил детей как снимать как проявлять пленку умелые руки такие да после этого я приезжал четыре раза по этой программе обмена в этот же лагерь нет я сдал первое же лето там приехал инструктор принимать тест чтобы люди сдавали тест быть спасателями то есть у нас были ребята из австралии из других стран кто были спасатели на озере там каное рыбалка купание я спросил я сколько это стоит получить американский сертификат и лагерь за это платит я принципе неплохо плаваю можно я поучаствую если в лагерь за это платит конечно там всегда могут понадобиться спасатели и я сдал тест на спасателя и после этого я уже приезжал работал спасателем это работаем намного интереснее летом стоять на пляже первый раз когда еще был фотографом меня также очень сильно озадачивал вопрос что в америке платят 5 долларов в час минимальную зарплату в то время я в киеве получал 12 долларов в месяц инженером и мне удалось с помощью знакомых найти работу на ферме и после окончания лагеря я еще работал до конца октября собирал яблоки персики что угодно получилась такая двойная программа работа в лагере потом работа на ферме еще и витаминов наелся да я как уже больше на яблоки смотреть не могут я столько их так и вот таким образом я четыре раза приезжал в девяносто восьмом году во время работы на ферме опять же меня стандартный пакет я отработал лагерь начал работать на ферме у меня получилось свидание вслепую так называемая blind date я не знал человека человек меня не знал и так я познакомился со своей будущей женой шерил и женился и остался в америке и работал я долгое время с 2000 года по 2008 в магазине мои тесть с тещей у них мебельный магазин и ковровых покрытий и матрас я там работал 8 лет какой-то заработок есть там с этого или я также перевозками занимался приходилось очень много работать но скажем лишних денег не было но нормально же вот но мою жену постоянно раздражал тот факт что у меня такого образования навороченная даже по американским стандартам а я вот работаю до матрасы продаю я пару раз пытался получить работу выпал который здесь рядом находится мы подъезжаем городку бриджмен но не получилось и потом она познакомилась одной женщиной у которой муж работал на местной электростанции здесь у нас пару очень крупных электростанций есть и на познакомились пообщались и этот парень трой сказал мы сейчас ведь нанимаем и красно работу 12 человек новых операторов и мне кажется ли что ты посможешь получить эту работу так какой-то они как мы тебя нанимаем и обучаем или предполагалось что человек должен что-то у них начальное есть требования то есть обычно если на электростанцию то они стараются набирать ребят из военно-морского флота сша как там много электриков механиков и они уже в курсе как это все работает на электростанциях поэтому буквально чуть ли не 60 70 процентов всех операторов на электростанциях в америке это ребята кто свое время отрубили 6 лет военно-морском флоте сша электрики механики что угодно или у тебя должно быть какое-то образование или опыт работы ну подобной в области у меня образование было электрика поэтому инженера скажем так но также был вступительный экзамен там нужно было по имя собеседования также сдавать тест на математике и там еще много всякого разного допустим там тест те показывают детальки в 3d в объеме их нужно вот как как-то деталька соберется в такую форму и там очень много людей отселось от этого я успешно прошел этот тест хотя я я лично не верил что русского возьмут на американскую электростанцию и я хочу признаться я пошел только потому чтобы у него там жена не не пилила до конца моей жизни вот у тебя была возможность маты не пошел то есть я не верил что я получу эту работу но я успешно прошел конкурс имея меня взяли туда я уже там работаю 2008 года но интересная работа как бы там работа хорошо оплачиваемо надо знать очень много я лично для себя выучил очень много вещей которые раньше не знал именно по как и насосы работают как экраны работают как электричество там различные эти breakers то есть очень много знаний я получил которого меня совершенно не было естественно если вы по электронике были так давно это все прежде всего когда учишь скажем тоже электронику математику на русском языке да в том ты учишь английский язык разговорный эти все термины они же не существуют разговорном языке поэтому надо заново ясь мы сидели в классе вот для того чтобы получить лицензию оператор электростанции 6 месяцев нужно сидеть в классе учиться и я сидел у меня был лаптоп открытый с google translator я переводил слова то есть идет лекция и я не понимаю о чем они говорят на что я не поймаю слов у меня студенты некоторые так тоже сидят и поэтому то навредь я думаю что такое турберите турбулентность мутность и вот такого плана постоянно приходилось переводить слова то есть очень запас словарным я не готов был вот именно для таких терминов а насчет интересная работа она в какой-то степени скучно потому что все одно и то же это сделаешь электричество то есть ну хорошо есть рост какой-то да у нас профсоюз прежде всего поэтому вы член профсоюза выбора нет то есть эта работа считается профсоюзной работой ты получил эту работу сложно автоматически становиться члена профсоюза так это государственное учреждение от частная компания станция но так как там свое время профсоюзы сделали этот ининизацию так называемую да все работники вот операторы там члены просто и автоматически то что вы член профсоюза это выражается в том что с вас удерживают там процентов 15-20 там на пенсионные планы нашли это у нас стоит мне примерно 8 долларов в месяц 880 членские взносы и фактически то что как у меня вот именно как называют в советском союзе социальный пакет да вот страховка медицинская оплата моего труда она очень высокая потому что профсоюз этого добился в свое время например просто есть поставить но профсоюз давая вам возможность получать больше берет что-то себе в кассу кроме вот 80 долларов а как она привезла очень ничего не берут случае забастовки от у них есть фонды было потерь зарплату до из них из 80 долларов но это же большой в огромный профсоюза работников электро индустрии у нас весь мичиган это определенная деле нам есть целый но сегодня с точки зрения пенсионных планов вот я знаю там есть профсоюзных люди профсоюза там 10 лет проработал 1000 долларов к пенсии 20 лет проработал 2000 пенсии пенсионных планов раньше были это компании предоставляли сейчас все это перешло на 400 этот фон кей пенсионных планов больше нет то есть профсоюз этим не занимали занимаются не просто защищают интересы если где-то идут переговоры у нас контракт раз четыре года пересматривается из я понял поэтому с такой дешевый взнос что профсоюз вам не выплачивает потом пенсионных никаких накоплений ну вот допустим если мне приходится работать в праздник скажем 4 июля до индепендентной независимости я за этот день получают тройную зарплату никто так не платит в обычных организациях то есть так как электростанция должна работать им требуются люди вот те люди кто будут работать в этот день будут получать тройную зарплату это только не заносит это в свои накладные расходы и соответственно пользователи электроэнергии должны это оплатить ну пользователь это как идет же контракт подписывается на обычно на 10 лет то есть наша электростанция поставляет в местную сеть электричества под подписанный контракт еще десятилетней давности это это все уже учитывается все все уже включено как бы да то есть там есть очень такие моменты которые или допустим меня не могут уволить потому что я не нравлюсь начальством например меня могут уволить если я пришел на работу пьяный меня могут уволить если я сделал что-то напортачил и соврал тут вариантов нет а если напортачил и не соврал тогда кажется тебя сделают выговор там называется ларина файл получаешь бумажку в свою запись в личное дело как у нас говорят дали в трудовую книжку но за это не уволили если ты вот сделал честную ошибку будут копаться почему произошла ошибка чтобы это не повторить но грубо говоря так уволить без согласия профсоюза администрация не может не может если просто чек не нравится так не уволит у нас была ситуация одна девушка она в пьяном виде когда была по своим делам попала в аварию и и за то что в пьяном виде ехала посадили каталажку сразу и поэтому начальство хотела его уволить и профсоюз говорит это не ваше собачье дело чем она занимается в свободное от работы время и там буквально она сидела целый месяц дома ей компания оплачивала сидеть дома пока не разбирались с профсоюзом до сих пор работает но не пьет уже с тех пор за рулем я не могу подтвердить или так сказать опровергнуть это заявление понял вот вашей местности американцы здоровы там заворотник закладывать или народ в целом такой трезвенный но это надо сравнивать чем с русским здесь я пьяном виде людей на улицах не вижу пьют здесь по-моему намного меньше обычно по пятницам там бар заезжают после работы сейчас вот как раз поворачиваем аренден стоит пор это значит мишиганский парк до местными чеканский парк чеканский парк вот так как мы приезжие придется заплатить за въезд легко какая извиняюсь приезжие откуда если ты живешь мичигане и здесь можно купить номерной знак где написано что там за 11 долларов в год ты можешь в любой стоит парк мишиганский заехал но мы как бы без без билетика тут никого нету написано иди на селф регистрацию написано здесь у них есть небольшой кем граунде кемперы стоят так мы сейчас приехали это берег озеро вот сверху побережье озеро мичигана здесь очень большая песчаная дюна мы сейчас друзья с вами будем дюну исследовать и зимой 10 очень весело кататься на санках а на санках гора есть вот это ж дюна а то есть она такая дюна что-то типа гора да здесь кстати чуть-чуть дальше на север но не чуть прилично часа три на машине называется спящего дюна и спящего медведя слипин берден сроки то есть это еще не канады нет и это самая большая песчаная дюна в мире одноклесно-возном море смешно вводном озере до канады далеко сколько езды до канады ехать надо в сторону детройта то есть через четыре часа мы уже можно пересечь границу пачками люди пересекают так для того чтобы попасть канады нужен или этот xx есть специальная права железной водительские права которые дают право пересечения границы так или паспорт то есть просто просто вот айди недостаточно больше уже раньше можно было девяносто пятом году и мы вообще заезжали на ниагарском водопаде в канаду без предъявления документов они смотрят что американская машина с американскими номерами проезжать а сейчас нужно паспорт сейчас уже до после 11 сентября до событий это важнее стало вы когда-то с гринкардами ездили в канаду но давно только-только-только-только-только может приехали пару лет пожили я туда заехал с визой джей ван и принципе не очень были уверены можно ли нельзя но почему-то мы решили рискнуть но и вас пропустили никто не проверял мы сказали мы из детроида тут чего-то у нас я бы сказал туман так это что здесь self registration station то есть мы должны здесь как-то сам сама зарегистрироваться